Уметь управлять бронетранспортером и не в компьютерной игре, а в реальной жизни в дивизии Дзержинского учат несколько месяцев. Сначала в теории. Класс оснащается всеми необходимыми агрегатами, которые в совокупе составляют основу БТР-80. Двигатель, раздаточные коробки, мосты, ну и другие агрегаты. Потом на тренажерах. Развернись радиусом больше. Такие подсказки нужны, чтобы лучше чувствовать 13-тонную машину, правильно управлять ей, четко входить в повороты и учитывать все особенности легендарного БТР, управлять которым предстоит на практике. Этот автодром общей протяженностью почти 10 гектаров, не просто площадка для отработки теоретических знаний на практике. Здесь тестируют в буквальном смысле каждый автомобиль, поступающий на вооружение дивизии Дзержинского. Все недостатки фиксируют, составляют чертежи и отправляют их на завод-изготовитель для дальнейшей модернизации. Игорю Савину доверили водить бронетранспортер после четырех месяцев подготовки. Сейчас с легкостью проходят самые разные препятствия. В принципе, ничего сложного нет. Тот же самый КАМАЗ, только нет видимости, как у КАМАЗа. Вот всего два окна и маленький триплексайл, в котором мы что-то видим. Здесь главное не бояться. Страх не преодолеть препятствий есть у всех, кто первый раз сделал дорогу в БТР. Или, как мы, на пассажирские кресла. На вооружении в дивизии Дзержинского самая современная военная техника. Главное в автопарке – отечественные автомобили. Они не только охраняют важные государственные объекты, но и с комфортом перевозят караулы. Линейка специальных боевых бронированных автомобилей представлена образцом ГАЗ-23-3136 ВПК и бронетранспортером БТР-82А. ВПК является пятого класса защиты, высокомобильным транспортным средством для перевозки личного состава, грузов, защиты экипажа от попадания из огнестрельного оружия, осколков, ручных гранат. Такой автомобиль способен выдержать даже мощный удар, например, 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Есть в дивизии ряд других машин, например, «Торнадо». Поможет пресечь нарушения общественного порядка, поджоги и погромы. Первая серия была представлена автомобилем под названием «Торнадо» – инженерная и специальная машина разграждения. Наверное, вы обратили на нее внимание. А сейчас время идет, внесли целый ряд существенных изменений и делаем уже работу под названием «Торнадо-1», где учли в том числе и опыт использования подобного рода машин на примере других государств, где там что-то под названием «Цветных революций» проходило. Успокоить митингующих поможет еще одна разработка Росгвардии – система акустического и речевого воздействия «Рупор». Она создана на базе автомобиля «УАЗ». Мощность звука у такой машины достигает 148 дБ. Для сравнения, обычная речь человека – примерно 50 дБ. Ваше собрание не санкционировано. К вам будут применены меры административного воздействия. Войска Росгвардии не стоят на месте и сами создают образцы вооружения. Так, например, в следующем году в парк дивизии добавятся пять новых бронемашин. Это собственная техническая разработка. В новых БТР-82В полностью заменены все агрегаты и ходовая часть. Ксения Казакова, Сергей Сомов для РТВ.